Давай попробуй, как ты делал. Покажи. Изначально исходное положение, смотри. Вот ты кулаки, когда вот опускаешь кулаки, опусти кулаки просто вниз, опусти руки. Смотри, вот у тебя плечи. Ну таз подбери, подсядь. Вот, смотри, плечи висят над носочками, как бы нога. Вот. И смотри, обратно ты кулаки, когда поднял, у тебя локти повисли так же остались. Видишь, у тебя маленький вот зазор остался. Вот он, чуть-чуть зазорчик. Вот такой буквально. Да. Вот и вторая ситуация, когда я тебе предлагаю сделать, как бы чтобы у тебя запаздывание кулака по отношению к плечу было, на самом деле ты не локтем делаешь назад движение. Это плечико качнуло, да? Только второй момент. Это нормально, нормально. Это для понимания, все правильно. Но только маленький нюанс. Тебе для локтя кажется, что вот этого мало. И поэтому у тебя локоть аж сюда уходит, опускается кулак, и открывается борода. Я тебе еще раз предлагаю, посмотри на меня, почувствуй. Вот ты даже не столько назад сделай, а вовнутрь, да? Чуть-чуть. Оп, да. И он пойдет на автомате. Попробуй вовнутрь вот так чуть-чуть качнуть. Медленно. Кулак к подбородку поставь. Вот сюда к подбородку. Вот на уровне плечика вися. Давай, сделай. Не делай быстро, чуть медленнее сделай. Ну. Вот. Во-во-во, повыше не может. Во. Вот. А теперь ближе кулаки к себе. И еще расслабься с собой. Круг. Круг дело доделать. Не торопись. Во. Вот с какой скорой... Блин. Ты начинаешь медленно, а потом пытаешься тыкнуть. Ты ломаешь. Невозможно с одной скоростью начать, с другой скоростью закончить. Надо приноровиться. Тогда не приноровиться надо, а просто делать медленнее. Ты показываешь свои мышцы. Ты почувствовал немножко и постараешься быстрее сделать лучше. На самом деле ты ломаешь алгоритм действия. Еще раз посмотри на меня. Вот кулаки чуть ближе к себе. Вот они висят на уровне плечика. Вот здесь. Вот они. Вот они висят расслаблено. Вот чуть-чуть ты качнул. Вот. Вот буквально. Вот попробуй сейчас дарь. Сильно вот так вот, смотри. Вот сейчас даже пробуй не сводить руки. Просто вот чуть-чуть качни. Посмотри, маленький. Вот чуть-чуть буквально. Да. Вот-вот-вот-вот. Медленней. Вот. Ну кулак вот отсюда. Вот и смотри, смотри, что ты делаешь. Ты само по себе понимаешь, у тебя в голове, если бы у тебя было по-другому, ты бы был бы мной. Или еще каким-нибудь другим великим уже, боксером каким-нибудь. Я, конечно, не великий. Суть в чем заключается? Сам, программа удара сюда есть уже. Я тебе предлагаю ее просто начать. Она у тебя в башке сидит. Ты просто качнул, и кулак сам пойдет. И тут ты... Остановись. И тут ты во время самого удара начинаешь влазить в эту программу. Ты начинаешь пытаться ударить туда, попасть. И что ты делаешь в итоге? Ты останавливаешь само круговое вот это движение. И что происходит? Как раз твое вот это ускорение. И ты тыкаешь. Вместо того, чтобы загонять кулак дальше переворотом плеча по кругу, ты тыкаешь вперед. Я тебе почему и говорю, вот ты качнул чуть-чуть, все. У тебя уже удар пошел, уже плечо стало переворачиваться. Попробуй так еще раз медленно. Попробуй сделать. Кулаки ближе к тебе, пожалуйста. Вот, повыше чуть. Очень хорошо. И здесь стоять, стоять. И здесь вторая же ситуация. Смотри, вот рука висит. Не разгибая здесь локтевой состав. Раз. Он не должен выходить. Вот чуть-чуть буквально. Вот сюда, вот чуть-чуть к себе. Ну. Вот-вот-вот по кругу. Опять. Не надо быстро, не надо сильно. Во! Не надо сильно. Сделай медленно. А теперь просто легко качни. Во! Удобно так? Да. Идет, есть еще кулак сам идет? Да. Круг. Не торопись. Переворачивайся, плечо. Переворачивайся. Во! Время. А десент? Да. Тебе вот это же ударное движение, посмотри. Вот я тебе показываю, да, посмотри. Открой ладошку. Ладошку открой. Открой ладонь. Вот, смотри. Тебе вот это действие, посмотри. То есть я стою вот так, я тебе могу через эту руку ударить боковой удар. Без всяких вот таких дополнительных действий. Только за счет как раз вот этого разгона. Если рука не уйдет у тебя за тебя, а чуть-чуть вот тут качнется, на самом деле это плечико, то плечо сразу становится, смотри, на мой подбородок вместо кулака. Если у тебя оно качнулось, ты начинаешь открываться, получается замах такой. Совершенно бессознательно, совершенно ужасно дикий, обидный для противника. Он в него хочет попасть. А тут главное, чтобы твой кулак, локоть, точнее, не ушел за тебя. Видишь, вот. Вот это. Когда висят ручки, ты его кулаки поднял. Вот расстояние. Посмотри, вот оно короткое, но кулаки, посмотри, подбородок. Вот это чуть-чуть, все достаточно. Круговое движение, да. Вот посмотри даже, вот смотри. Вот и все. Удобно сейчас? Все. И не важна дистанция. В дальнейшем, в дальнейшем ты просто, смотри, в дальнейшем ты уже об этом думать не будешь. В дальнейшем ты уже плечо своим показал, как оно может усилить. Это как раз здесь не набрасывание вот это будет происходить только за счет этого вращения плеча. В дальнейшем ты просто вперед кулак, и он уже автоматом, смотри, смотри, он уже автоматом делает движение вот такое, чуть-чуть. Ясно? Ну, здесь ты просто показал, как плечо работает. Сустав круглый, не может он по-другому работать. Кружкой ты бьешь, либо так ты бьешь, все равно вот здесь, все равно вот это вот движение. Тебе нужно, чтобы за собой, чтобы запаздывание было, чуть-чуть кулака по отношению к плечу, потому что сбоку. Не торопись. Все, молодец.